всем привет друзья я сегодня себя более-менее привела в порядок спала не очень хорошо но проснулась поздно спала я как-то так знаете перерывами вот сейчас мы сфера собираемся пойти к его другу но сегодня день рождения вот хоть как-то отвлечемся у нас на районе было ночью более-менее тихо но в киеве прилетала два дома пострадала вот к сожалению один погибший но все остальные так понимаю прятались по правилам двух стен в коридоре ночевали если кормить собачку погода сегодня замечательная но холодный ветер люди ходят видимо сидели все комендантский час видимо по выходили магазины говорят сегодня очереди были очень большие из того что всего лишь один день и говоря полтора дня посидели дома не выходили муся дату муся чёрная помню как их вытаскивала это страх был и ужас я стоял ты когда курила на балконе я стоял и мысленно курил с тобой да тогда я еще нормально так скурила а это бусе ты красивый красивая кошка но никого не подпускаешь да помнишь меня красивый красивая хорошая такая уже как я люблю животных не оставляйте своих хвостиков он это нашего друга котика ты спишь батарея горячая все равно тепленько красивая хорошая я привет сейчас на следующий день ночь была ужасная у меня лично я сейчас эту забирать заказ магазин для беременных и для детишек улица плюс 2 градуса я заснула в 6 часов утра вот и сегодняшнюю ночь конечно вчера как-то положительно было все мыслях а сейчас просто мне кажется что то никогда не закончится разбомбили подольский район я сначала вышла испугалась потому что никого нет думаю может календантский час как-то перенесли вот но нет можно идти сейчас быстренько я первый раз просто без юры вышла и и на самом деле одной ходить нельзя сейчас но я решила быстренько и так же сбегать знаете думаю ничего не случится все заказала я купила забрала сейчас топаю домой уже почти все собрал для малыша для себя и если ситуация скорее всего кроватка у нас у точнее коляска будет вместо кроватки и вместо манежа покрасывают все все в одном осталось коляску найти и буду брать конечно же не то что я хотела мы чуть-чуть ее не купили вот должны были заказывать уже но к сожалению кокон куплю обязательно есть коконы недорогие фух и кокон скорее всего да будут как и со всеми ну да поначалу дети спать у нас в общей кровати я была сначала против этого кроватку хотелось покупать сразу в начале марта до 10 числа должно было уже все купить сейчас это все просто просто перевернулось так ничего переживем как то как нибудь вот у нас будет утепление вот на днях плюс 16 хоть что-то радует будет тепло уже может утопление отключат позавтракаем у меня же животик на сантиметр полтора вырос сегодня замеряла покажу вам что я все таки заказала вот так и живы я собрала девочки ну такой вот пакетик что есть халат кто не знал я не говорила об этом раньше там помадка лореаль масочка шоколадка я до войны вот прям перед войной заказала целую партию можно сказать нижнего белья для дома разные пенюары халатики помните я была в халатике красиво у меня такой же есть вот девочки собрала потому что она захотела мне помочь у нас здесь соседка моя передать на малыша еще то что из чего они выросли мне передать а я так просто брать не могу ну блин у меня не знаю совесть не позволяет поэтому я вот тоже той девочки собрала передала пакетик что было вот и этой тоже думаю хоть как-то будет приятно вот там конечно да у меня намечался такой бизнес план и пошел он по одному месту так что я купила этот магазинчик второй раз захожу они рядышком просто они еще отправляют новые почты может кому интересно вот взяла юрия набор родовой будет рожать юра вот это именно мужской для ведведовича ну я думаю он подойдет если нет там еще поищем уже на месте тут разные буклетики зеленка и перекись то что в аптеке просто ну не то что нереально найти ну сейчас реально нереально найти вот это очень интересные вещи которые когда я узнала просто офигела я не в курсе была что такое существует это называется газоотводная трубочка представляете газоотводная трубочка вот и взяла вот такой наборчик малярку вот получается в носик ну слушайте такой большой этот он стеклянный или пластиковый не пластик по-моему этот аппликатор или как он называется такой большой неужели такие носики большие у малышей ну короче это в носик а это ну сами знаете куда может тоже в носик вот ну это как клизмочка ну это не то что там нужно будет постоянно но наверное пригодится поэтому я просто видела что многие покупают будет и взяла такие царапки вот что что царапки я еще не покупала смотрите синие у нас костюмчики еще синие есть белые чисто белые на выписку и вот тоже еще синие класс вот эти такие манюсенькие чтоб не царапал себя ножнички есть у нас девочка тоже передала уже огромное спасибо девчонки реально так выручаете сейчас фух ладно пойду я завтракать сегодня краситься совсем не хочу вчера красилась у меня так знаете от уши глаза щипало очень сильно я буду читать книжку и на улице знаете я вот прошлась как будто в некоторых местах ничего не поменялось даже кофей не работают люди кофе пьют сидят разговаривают такое время было раньше спокойно можно было спокойно сидеть и разговаривать не знаешь прилетит не прилетит еще слышала и читала я о том что вот во время беременности проявляется активная пигментация кстати у меня как видите на лице пигментация реально активизировалась за последнее время вот начался третий триместр вокруг губ там где были какие-то высыпания повыскакивала тоже но это все уже пустяки это уже не столь так важно на самом деле только что вернулись забирали тоже передачку девочки девочка уехала зовут ее карина огромное тебе спасибо я очень благодарна они уехали и ребеночек вырос с вещей передала столько бодиков я ставлю сейчас видео столько бодиков памперсы передала вот и пледик даже ну короче огромное спасибо потом эту эстафету будем обязательно передавать другим помогать другим но сейчас в принципе я полностью готова вот и теперь в ожидании чуда в ожидании малыша девочки которые пишут чтобы я уезжала на западную украину там врачи и все такое у нас тоже здесь есть врачи вы не думаете что в Киеве все закрыто у нас роддома они работают просто я хотела рожать во втором роддоме но к сожалению туда вот те кто перебирается с левого на правый берег доехать просто ну очень сложно в плане ну короче очень сложно не буду рассказывать но где-то час-два времени понадобится я понимаю что скорые могут пускать быстрее но все равно я так поняла что лучше если что уже буду подписывать сейчас обменную карту в шестом роддоме вот ну возле меня на нашем районе и уже честно все равно где рожать все равно я с врачами не хотела договариваться то есть все с дежурной бригадой вот и я почему-то морально очень сильно уверена что у меня роды пройдут хорошо без осложнений я очень надеюсь и настраиваю себя на это так что я думаю что все пройдет хорошо вот и сейчас я продолжаю читать Комаровского и наверное немножко посплю потому что я очень очень рано заснула именно утром рано заснула поэтому всего лишь пару часов я поспала я думаю по мне видно пару часов поспала но более-менее не знаю ощущаю себя так живчика но отдохнуть нужно потому что я сегодня кстати ночью не спала еще знаете за чего не из новостей конечно все каждую ночь ждут чего-то страшного вот очень сильно малыш бился прям такое танцевал я я уже представляю как он будет бегать по квартире с какой-то палкой будет просто бандитом вот ну в животе он сегодня был суперактивный и сейчас уже так как он сильно натянулся живот на бок на бок сбок на бок очень сложно переворачиваться я честно думала что вообще до чуть ли не сороковой недели мне будет очень легко я буду какая-то особенная знаете будет беременность мне легко проходить но не там то было что его продолжает спать она тоже ночью ходит тарабанит двери здесь полностью на дежурстве ну а сейчас отсыпается да днем мы спим в комнате валяемся здесь на кровать и не знаю как-то в той комнате очень темно и морально угнетает просто и так я вам скажу сейчас настроение не очень надеюсь очень надеюсь хотя руки уже опускаются верить если честно во что там но очень хочется чтобы это все я каждое видео говорю чтобы это все закончилось побыстрее я вас всех крепко обнимаю всем пока до новых влогов